Коррупция как угроза национальной безопасности Российской Федерации. Такое признание страны говорит о том, что именно этот фактор стал самым большим тормозом в развитии государства. Причем по всем отношениям, начиная от социальной и заканчивая экономической сферой. Борьба против нее в последние годы ужесточилась. Десятки принятых нормативных актов и усиленная работа правоохранительных органов. Плоды есть. А что касается Крыма, антикоррупционная деятельность по стандартам Российской Федерации началась чуть более года назад. Каких успехов достиг полуостров в борьбе с нечестими на руку чиновниками? Смотрите далее. Воля, закон и механизмы его реализации. Три основные столпа, на которых держится борьба с коррупцией в России. За последние семь лет принято 83 нормативно-правовых акта. Всего на сегодняшний день федеральное законодательство насчитывает 92. Что касается Крыма, последний год был посвящен нормотворчеству. Как итог, в республике принято более 35 законов, распоряжений и постановлений правительства. Продублированы все основные антикоррупционные федеральные законы. У нас была проблема, вы сами знаете все, потому что наследие предыдущего государства, в составе которого находился субъект, антикоррупционное законодательство было не на должном уровне. И принято было не на должном уровне, имея, так сказать, вилку, распространяющую на чиновника определенные возможности двигаться влево-вправо. Действующее законодательство такой вилки не имеет. В связи с чем, нам, конечно, немножко сложнее в этом было вопросе. Но я предполагаю, что до конца года будут продублированы все абсолютно законодательные нормы. Ну и, естественно, мы стремимся к тому, чтобы они все выполнялись. Антикоррупционный институт РФ для полуострова «Новый мир». К примеру, теперь к ответственности можно привлечь чиновника за утрату доверия к нему. Под эту статью на полуострове уже успели попасть два человека – первый заместитель и заместитель Кельчинской администрации. Их нарушение было связано именно с антикоррупционным законодательством. Предусмотрены четкие основания для того, чтобы уволить чиновника за утрату доверия. Прокурор, выявляя нарушение закона, вносит представление, в котором предлагает работодателю рассмотреть вопрос об увольнении в связи с утратой доверия. Безусловно, гражданин, уволенный в связи с утратой доверия, может обжаловать решение руководителя в суд. Ну а уже в последующем суд может либо восстановить, но вот в нашем случае в Керчи суд принял позицию прокурора. Но для того, чтобы уволить чиновника в связи с утратой доверия, это, безусловно, должно быть очень серьезное нарушение антикоррупционного законодательства. Москва беспокоена. В условиях приходного периода на полуострове появилось огромное количество соблазнов и условий для процветания коррупционных схем. Коррупционные риски сейчас наиболее активны в сфере регистрации имущественных отношений. Это в сфере передачи в определенной степени полномочий. Да, мы можем предполагать, что люди будут пытаться насадить на те или иные властные должности за деньги коррупционеров. Такие истории есть. Так или иначе, борьба со взятками в Крыму ведется активно. За прошлый год на горячем удалось словить 150 человек, а за первое полугодие этого 70 из них 40 взяток. Минимальное предложение 1000 рублей, когда сотрудник ГИБДД намеревается составить протокол. Максимальная взятка была зафиксирована в размере 150 тысяч рублей. И нет никакой разницы, берешь или даешь, все равно попадаешь под статью. Интересная тенденция. Если в прошлом году было больше дел подачи взяток, то в этом наоборот по получению. Можно говорить о том, что народ не стесняется давать и провоцировать чиновников на совершение коррупционных правонарушений. И привлекаются данные лица к уголовной ответственности. А вы сами понимаете, что привлечение к уголовной ответственности – это очень серьезное последствие как для самого гражданина, так и для его детей, для его родственников. В тюрьму, конечно, не посадят за дачу взятки, но назначат наказание в виде штрафа кратного размера взятки и привлекут к условной и уголовной ответственности. Кстати, чиновник, получивший предложение взять на лапу, обязан сообщить об инциденте своему работодателю и в правоохранительные органы. В противном случае он может лишиться своего поста. Те, кто долгие годы ведет борьбу с коррупцией на просторах России, уверены – самый эффективный метод – участие общественности. Как правило, если работник той или иной организации требует взятку, для нашего человека это уже обычное дело. Он не спешит доложить об этом в комитетные службы. Пока так будет дальше, коррупцию не побороть. В отношении Крыма еще предстоит большая работа. Одно дело – выстроить законодательство, а другое – перестроить сознание людей. Второе, как показывает практика, сложнее. Юлия Попович, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.